Друзья, приветствуем вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня поговорим с вами о синквейнах. Мы с вами уже разбирали все важные моменты в теории и практике написания синквейнов, а сегодня я представлю некоторые примеры синквейнов. Также, чтобы дать вам поучаствовать в написании синквейнов, в конце в комментариях мы проведем с вами небольшую, но очень развивающую интеллектуальные способности игру по написанию синквейнов. Процесс написания синквейнов очень помогает развитию собственного мышления и аналитических способностей. Вообще, синквейн — это своеобразная игра слов. Ее можно использовать просто как одну из интересных форм стихотворного творчества и самовыражения. В хорошем синквейне крайне важно найти основные характеристики и элементы обсуждаемого слова, сделать правильный вывод и кратко, но емко суметь его сформулировать. Синквейн — это своеобразное искусство умещать большие объемы информации в небольшом сочинении, поэтому его все чаще стали использовать в разнообразных современных образовательных программах. О синквейне в образовании подробнее мы с вами поговорим в отдельном видео, а сейчас представляю вашему вниманию примеры синквейнов. Я буду зачитывать синквейны в разных вариациях, написанных по разным правилам, как минимум в двух отличных друг о друга вариантах. Но вы в итоге сможете выбрать, по каким правилам вы хотите писать и что вам больше нравится — писать синквейны как поэт или же как мудрый аналитик. Как я уже говорила, правила написания синквейнов смотрите в отдельном видео, а сегодня у нас только практика, и мы начинаем. Итак, примеры синквейнов. Синквейн — месть. Месть. Сладка жестоко манит, озлобляет, изжигает того, кто близких потерял и отомстить желает, пролив на землю чью-то кровь. Или месть. Сладка жестоко манит, озлобляет, сжигает, кто близких потерял, тот отомстить желает, кровь. Синквейн — учитель. Учитель. Талантливый, умный, помогает, наставляет, вдохновляет быть собой и стать великим всем, кто этого желает. Гений. Или учитель. Талантливый, умный, помогает, наставляет, вдохновляет, учит оставаться собой и идти к большой цели. Проводник. Синквейн — мир. Мир, иллюзорный, прогнивший, разлагает, озлобляет, убивает все живое, что иллюзии вскрывает. Матрица. Или мир, иллюзорный, прогнивший, разлагает, озлобляет, убивает, полон несправедливости и иллюзий. Матрица. Синквейн — ветер. Ветер. Ласковый, нежный, расслабляет, обнимает, ободряет пчелок, совершать таинственный соитий обряд. Или ветер. Ласковый, нежный, расслабляет, обнимает, охлаждает, помогает опылению некоторых растений, жизнь. Синквейн — проститутка. Проститутки. Утонченные, нежные, успокаивают, поддерживают, радуют, продают, продают любовь за деньги, а счастье в подарок. Продавец. Синквейн — сомнение. Сомнение. Отупляющие, химерные, вводят в оцепенение, одурманивают, сковывают, не давая сделать ответственный шаг с обрыва в пропасть. Жизнь. Или сомнение. Отупляющие, иллюзорные, вводят в оцепенение, одурманивают, сковывают, помогают не попасть в неприятную историю. Везение. Синквейн — бандит. Гопник. Крутой, модный, курит, пьет, избивает друзей своих во имя развлечения, заодно тренируя их держать удар. Или бандит. Крутой, с проблемами, курит, пьет, сидит в тюрьме, а в детстве попал в плохую компанию, несчастье. Синквейн — путана. 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 Роскошная, гордая, пьянит, завораживает, позволяет за деньги вытирать об себя ноги и толкать лицом в грязь. Или... Путана. Роскошная, гордая, пьянит, завораживает, позволяет бедным и слабым найти дешевую и легкую любовь. Сострадание. Синквейн — пустота. Пустота. Темная, мертвая. Существует, простирается, рождает все буйство материи и красок величайших вселенных, как из грязи появляется белого лотоса. Бутон или пустота. Темная, мертвая. Существует, простирается, рождает, содержит всю материю и краски великой вселенной. Чудо. Синквейн интеллект. Мозг. Серый, желеобразный, бдит, думает, спасает от торжественного умения случая находить вечно неприятности на твою голову. Или попу. Или второй вариант. Интеллект. Ответственный, заботливый, анализирует, думает, считает, помогает не попасть в большие неприятности. Защита. Синквейн блондинка. Блондинка. Симпатичная, жизнерадостная, смешит, радует, доставляет величайшие из удовольствия мужчинам, позволяя дарить себе свои сердца. Стерва. Или блондинка. Симпатичная, жизнерадостная, смешит, радует, доставляет удовольствие, позволяя дарить себе машины и влюбленные сердца. Интеллект. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Синквейны также существуют не только по определенным темам. Их можно поделить и по испытываемым после них эмоциям на веселые, радостные, злые, философские и так дальше. А для особых гурманов можно попробовать и импровизировать с эмоциями. Например, написать «добрый и нежный синквейн» на противное слово или «злой синквейн» на, казалось бы, очень позитивное и доброе слово. Итак, примеры синквейнов с перевернутым смыслом. Синквейн-карнавал. Карнавал. Продажный, пошлый, дарит надежду мечтать заставляет, увлекая в свой мир, в суету погружает, а после ненужных на смерть оставляет. Нищета. Или карнавал. Продажный, пошлый, дарит надежду мечтать заставляет, увлекает в свой мир, в суету погружает. Иллюзия. Примеры философских синквейнов. Синквейн-эстетика. Эстетика. Мнимая, надменная, учит, оценивает, критикует, как молодого юнца в доме публичном, пьяная гейша. Или эстетика. Красивая, надменная, учит, оценивает, критикует, позволяет найти недостатки даже у полевого цветка. Парадокс. Смешные синквейны. Синквейн-рыбалка. Рыбалка. Удивительная, парадоксальная, заставляет сидеть и долго думать, что бы я тут делал, если б не бабы и водка. Или рыбалка. Удивительная, парадоксальная, скучная, задумчивая, ответственная, грустно, пока не нальет первый стакан водки. Веселье. Также существует такое понятие, как синквейн-игра. Да, чаще всего скучно писать одному синквейн без какой-либо логики и просто в стол. Хочется принять участие в каком-нибудь соревновании или просто игре. Самой простой синквейн-игрой является синквейн-цепочка. Есть и другие названия, но суть одна. Итак, правила синквейн-игры. Первый человек пишет свой синквейн на любое слово, а второй человек пишет свой синквейн на то слово, которым закончился синквейн предыдущего. То есть каждый новый синквейн пишется уже о том слове, которым закончился предыдущий синквейн. Вот, собственно, и все правила. Все очень просто, поэтому предлагаю немного поиграть. Я по традиции начну со своих примеров синквейн-игры, а вы пишите свои синквейны в комментариях. Позднее мы где-нибудь опубликуем в отдельной статье написанные синквейны и отметим самые интересные. Шоколад. Вкусный, сладкий, веселит, расслабляет, возбуждает, продается на рынке и повышает либидо. Афродизиак. Афродизиак. Заманчивый, возбуждающий, манит, активизирует, подогревает кровь, заставляет среди ночи отправляться на поиски. Приключения. Итак, играйте, учитесь, пишите хорошие синквейны с нашими обучающими видео. Экспериментируйте и пробуйте что-то новое для себя, реализовывайтесь творчески и совершенствуйтесь интеллектуально. Этого желаю вам я, а также в этом вам поможет участие в синквейн-игре. Творческих вам инсайдов и красивых синквейнов! Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!